Двое погибших, шестеро раненых, среди них ребенок. Россия ударила по гражданскому населению в Харькове. Также оккупанты били по жилым кварталам Одессы. Последствия очередной террористической атаки. Историческое окно возможностей и геостратегическая необходимость. У нынешних стран-кандидатов, среди которых Украина, появилась возможность прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Массовые протесты в Грузии в Европарламенте призвали лишить страну статуса кандидата на вступление. Все после применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах. Вспыхнет ли революция? Еще одна страна закрывает границы для россиян. Эстония вводит новые правила на пунктах пропуска. Автобусные компании РФ отменяют рейсы. Украина готовится подписать семь новых двусторонних соглашений в сфере безопасности. Подробнее об этом в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский. Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства. Двусторонних соглашений о безопасности, в частности, относительно соглашений о безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие. Сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов. И по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждая из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы. Архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и нашей совместной с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет всему, что даст больше защиты от российского террора. И, конечно, глобальный саммит мира. Первый такой саммит, способный начать реальное движение к справедливому миру. Готовим этот саммит и такое движение. Вместе со швейцарской стороной. Сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на саммите было как можно больше лидеров и стран. Это принципиально. Мир может остановить любого агрессора. Президент Чехии Петр Павел призвал к расширению Европейского Союза. Во время конференции по случаю 20-й годовщины вступления страны в Евросоюз, чешский лидер заявил, что принятие новых членов ЕС является геостратегической необходимостью. Также Петр Павел считает необходимым провести реформы внутри Европейского Союза. Если мы надолго оставим западно-балканские страны, Украину, Молдову и Грузию на пороге членства в ЕС, мы оставим их на растерзание таким силам, как Россия, которые не желают добра европейцам и Европе вообще. Петр Павел, президент Чехии. А глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель заявил, что нынешние страны-кандидаты, среди которых Украина, имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Он отметил, что 20 лет назад европейская семья приняла 10 новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше объединил Европу после десятилетий разделения, после Второй мировой войны. По его словам, в последние годы миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС. Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС – это трансформационная политика, способствующая укреплению безопасности правосудия и демократии, а также повышению уровня жизни европейцев. Тем не менее, наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, и мы знаем это еще больше сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины. Страны-кандидаты ЕС имеют историческую возможность построить больший, более глубокий и сильный Европейский Союз. Жозеп Боррель – верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности, в заявлении по случаю 20-летия крупнейшего в истории расширения Евросоюза. Президенты Эстонии, Литвы и Латвии призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также с Молдовой и к началу переговоров о вступлении с ними в Евросоюз в июне 2024 года. Главы государств подчеркнули, что отмечают 20-ю годовщину вступления Эстонии, Литвы и Латвии в Европейский Союз, в то время, когда неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины напоминает, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное. Также президенты заверили, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в ЕС. Сегодня Украина отстаивает наши демократические ценности. Мы решительно поддерживаем Украину в защите, основанного на правилах мирового порядка. Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой решающий выбор. У них та же мечта, что и у нас тогда. Мы решительно поддерживаем те страны, которые разделяют европейские ценности и желание быть вместе. Мы призываем к проведению межправительственных конференций с Украиной и Молдовой и к началу переговоров о вступлении в июне 2024 года. Расширение Европейского Союза было стратегической политической инвестицией для ЕС с неисчерпаемым потенциалом и совместного заявления Алла Ракариса, Гетана Санауседы и Эдгарса Ринкевича. Грузия может лишиться статуса кандидата в члены ЕС. После применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах евродепутат Виола фон Крамен предупредила, за такие действия должны быть последствия. Она призвала отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в Европейский Союз, который страна получила в декабре прошлого года. Также Биола фон Крамен предлагает остановить европейское финансирование проектов Грузии и запретить въезд для депутатов, которые голосовали за закон. В то же время, несмотря на протесты, драки между депутатами, а также осуждение законопроекта Западом, парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. За проголосовали 83 депутата, преимущественно из провластной партии «Грузинская мечта». Против были 23 парламентария. Премьер-министр страны заявил, что голосование по законопроекту в третьем чтении состоится через две недели. Что же происходит в Грузии и закроется ли для них окно в ЕС? Расскажем далее в материале. Европа, а не Россия. В Тбилиси продолжаются протесты мирных грузин против власти. Закон о прозрачности иностранного влияния, он же закон об иноагентах, вызвал острую критику. Его так сильно хочет продвинуть пророссийский олигарх Иванишвили. Протесты и драки его не останавливают. Ведь все нажитое благодаря той же России терять никак не хочет. Он очень боится, что его государственная вертикаль, которая выстроена благодаря коррупционным деньгам во многом, она ненадежна, а общество в принципе поддерживает совсем другую политику. И очевидно, что среди грузинского общества широко распространены евроинтеграционные настроения, в то время как сам Иванишвили пытается провести политику о рассищении своего государства и во многом перенимает рычаги и механизмы управления, которые распространены в Российской Федерации. Реакция ЕС крайне негативна. Там в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об иноагентах будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз. В случае, если закон в Грузии про иноагентов будет принят в целом и вступит в силу, то это поставит крест на всех евроинтеграционных перспективах Грузии в целом. Ну и также говорят о персональных санкциях. Такое развитие событий устраивает пророссийских политиков, но никак не устраивает грузинов. И это вполне может вызвать революцию в стране. Возможно, мы также по старому украинскому сценарию увидим представителей криминалитета либо спортивных организаций, которые будут поддерживать правительство, так называемые тетушки, с чем мы в Украине, в принципе, хорошо знакомы. Поэтому весь этот сценарий, который сегодня проходит в Грузии, он довольно предсказуемый. И вот в рамках опыта и Украины, и других государств, тут можно даже делать прогнозы в том, что, в принципе, это может вылиться в очередную революцию. Это все происходит в то время, когда ЕС открыл Грузии дверь для вступления и предоставил статус кандидата. Грузинская мечта сознательно сворачивает с этого пути. Это будет означать полную изоляцию Грузии со стороны западных стран. Также это будет означать, что политика развития грузинского государства разворачивается на 180 градусов. И, в принципе, те 15 лет, которые были потрачены на путь к Европейскому Союзу, те годы, которые были потрачены на то, чтобы проводить либеральные реформы, для того, чтобы работать над экономикой, они завершатся, и таким образом Грузия полностью вернется под контроль Российской Федерации. Законопроект о биноагентах во втором чтении внесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии. Его обсуждение может занять несколько недель. Глобальная ошибка или же проевропейское будущее? О решении парламента узнаем уже скоро. Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Документ направили на подпись президенту США Джо Байдену, и он вступит в силу через 90 дней после подписания. До января 28 года допускаются некоторые отступления от закона. В случае, если не будет других источников поставок, Минэнерго США сможет выдавать разрешение на импорт обогащенного урана из Российской Федерации. А срок действия этого закона истекает в конце 40-го года. Новый виток немецкого дела о шпионаже в пользу России. В начале этой недели в Германии начался суд над агентом Кремля неким Томасом Ха. Он работал на крупном немецком оборонном предприятии и передавал секретные данные Кремлю. С августа прошлого года мужчина под следствием. Подробнее об этом деле расскажем в материале. Особое учреждение в городе Коблинс отвечает за оснащение армии Германии, техника и вооружением, а также за разработку, испытания и закупку оборонных технологий. Там в 2023 году арестовали некого Томаса Ха. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ. Деятельность иностранной секретной службы и выдача военной информации, особенно со стороны офицера Бундесвера, который дислоцируется в секретной зоне и обязан сохранять секретность, являются серьезными уголовными преступлениями. По данным прокуратуры, в мае 2023 года Томас Ха по собственной инициативе обратился в Генеральное консульство РФ в Бонне, а также Российское посольство в Берлине и предложило им сотрудничество. Затем он передал россиянам служебную информацию для ее использования спецслужбами страны-агрессорам. Его целью было обеспечить российским вооруженным силам преимущество на фоне сложившейся политической ситуации. Ранее издание «Шпигель» также сообщало, что мотивом действия офицера являлась профессиональная неудовлетворенность. Томас Ха, по всей видимости, был разочарован отсутствием повышения по службе. Мужчина имел звание капитана армейского ведомства, отвечавшего за закупку средств радиоэлектронной борьбы, позволяющих, в частности, вывести из строя системы ПВО противника. На этой неделе над ним начался суд. Ожидается, что слушания продлятся до конца июня. Подсудимый обвиняется в агентурной деятельности, соответствующей классификации особо тяжкого дела, а также в разглашении государственной тайны. Уголовный кодекс предусматривает наказание за это в виде лишения свободы от 1 до 10 лет. Германия выслала множество российских дипломатов, обвиненных в угрозе безопасности страны. Берлин также закрыл 4 из 5 российских консульств. Любой, кто нанимает сотрудника, несет за это ответственность. Случаи шпионажа должны быть детально расследованы. В Конституционном государстве это, конечно, дело следственных органов. Все связи и прошлое должны быть полностью выяснены. Наши органы безопасности, особенно Федеральное ведомство по защите Конституции, значительно усилили свою контрразведывательную деятельность. Именно так мы защищаемся от гибридных угроз со стороны России. В апреле этого года в Германии снова поймали российских шпионов, якобы следивших за американскими базами в интересах России и планировавших нападение на военные транспортные пути. Ведется следствие. Беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. По словам очевидцев, удар по НПЗ произошел около трех часов ночи. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва. В свою очередь издание «Политика» пишет, что атаки на НПЗ спровоцировали рост цен на топливо, а РФ осталась без бензина. Москва сократила экспорт топлива почти до исторического минимума, а стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20% с начала года. С 1 мая пограничный пункт Нарва-1 на границе Эстонии и России перестал работать круглосуточно. На КПП установлен новый режим работы с 7 утра до 11 часов вечера, согласно решению правительства. Информацию о том, что пограничный пункт Нарве переходит на новый режим работы, эстонская сторона передала российской. Также все автобусные компании, осуществляющие перевозку по маршрутам Санкт-Петербург, отменили свои ночные рейсы и уплотнили дневной график. А вот из Беларуси продолжают звучать громкие заявления. Лукашенко заговорил о якобы угрозе для его страны со стороны НАТО. Мол, соседи вооружились до зубов. Что же напугало Лукашенко и зачем он начал угрожать Западу? Смотрите далее. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Якобы Польшу и страны Балтии, говорит Лукашенко, превращают в плацдарм НАТО. Ряд соседних стран, говорит белорусский диктатор, вооружены до зубов, а у границ его страны огромная численность войск. Ну а дальше Лукашенко на все это пригрозил ядерным оружием. Это будет апокалипсис. Для этого все готово. Но эксперты уверены, подобными заявлениями Лукашенко нагнетает ситуацию в пользу Путина. Активизация в последнее время Лукашенко свидетельствует о том, что Кремль усиливает давление на белорусского диктатора. Ясно одно, все, что говорит Лукашенко, велел ему его хозяин Путин. Очевидно, что Лукашенко получил задачу от Кремля создавать видимость угрозы со стороны Беларуси, ну просто для того, чтобы растягивать украинские силы, чтобы Украина была вынуждена и дальше держать на границе с Беларусью определенные воинские подразделения, которые она могла бы использовать, например, на востоке страны. У Лукашенко он, в принципе, в нынешней схеме, в нынешней политике Кремля выполняет функции такого себе своеобразного чучела. Чучела, которое они периодически достают во всех непонятных ситуациях. А еще ясно, что подобные заявления Лукашенко ориентированы не на Украину, а на партнеров Киева, ЕС и НАТО. Лукашенко говорит, что как будто бы дроны из Литвы летят по Минску. Это такие сигналы, мол, уменьшайте поддержку Украины, давайте о чем-то договариваться, поскольку РФ может распространить ядерное оружие. Это сценарий такого плана Б от Путина. Если в Украине что-то идет не по плану, нужно распространить на Литву и шантажировать Запад. Нужно поугрожать ЕС и НАТО. Опять-таки Лукашенко говорит про Сувалгский коридор. Нужно создать очередной виток ядерной угрозы. Заявляется о перемещении ядерного оружия в Беларусь. Он совершенно не самостоятельный, но он пытается лавировать и таким образом сохранять власть. Поэтому он выполняет все требования из Кремля, но при этом пытается их делать таким образом, чтобы на самом деле никуда не втягиваться напрямую. Но по факту он, наверное, хочет максимально дистанцироваться от всего происходящего в сопредельных государствах, сохранить свою власть. Польский генерал и бывший, командующий сухопутными войсками Польши, заявил о необходимости минирования границы с Россией и Беларусью уже сейчас. Однако конфликт России с НАТО кажется ему маловероятным. Об этом он рассказал в интервью изданию «Делфи». Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. Генерал считает, что Литва и Польша должны начать строительство уже сейчас. И хотя, говорит, у России нет потенциала для начала этой войны, однако Европе все равно необходимо готовиться и наращивать вооруженные силы. Российские оккупанты нанесли удар по поселку Золочев в Харьковской области. Осколки сброшенной авиабомбы задели гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Они погибли. Еще шесть человек получили ранения. Среди них 11-летний ребенок. Вследствие атаки повреждения также получили частный дом, ряд административных зданий и более 20 автомобилей. Также Россия в очередной раз сбросила управляемые авиабомбы на Харьков. По данным местных властей, повреждения получили 10 частных домохозяйств на окраине города. Российские оккупационные войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы. Тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» заявили в воздушных силах ВСУ. И добавили, что такие удары РФ направлен исключительно на запугивание украинцев и дестабилизацию обстановки. В частности, во время обстрела города было повреждено представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Также число погибших вследствие удара по Одессе кассетным боеприпасам двумя днями ранее возросло до шести. Это действительно жилые дома, там находятся люди, проживают люди. Рядом учебное заведение, рядом административное здание, медицинские учреждения. То есть все то, что пострадало, то, почему был нанесен удар. И, собственно, жертвы были 29-го. И, к сожалению, и в эту ночь у нас трое погибших, трое раненых. Так вот враг, нанося удары по Одессе, конечно же, ставит перед собой несколько целей. Главное, я уже ее немного очертил, это военно-экономический потенциал Одессы. Это геополитическое, географическое месторасположение нашего региона. Это выходы к Черному морю. Ну и, собственно, мы говорим о том, что, говоря о терроре, что это давление, причем физическое давление, это убийство мирных граждан, для того, чтобы город, чтобы наша локация была просто непридатна для проживания. В Конгрессе США заявили, что у американской армии в избытке кассетные бомбы. Законодатель от Республиканской партии Джо Уилсон на слушаниях в Палате представителей Соединенных Штатов Америки заявил, что эти боеприпасы нужно передать Украине. Конгрессмен выразил надежду, что бомбы как можно скорее поступят в распоряжение ВСУ. Как вооруженные силы используют западную военную помощь и какая ситуация на фронте, смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Сила обороны Украины продолжает сдерживать наступление российского агрессора. Всего за текущие сутки вдоль линии фронта произошло 100 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты атаковали на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. К западу от Авдеевки продвижение российских сил замедлилось. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Как указано об их отчете, 30 апреля на этом направлении войска Российской Федерации впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. Психическое, физическое и эмоциональное выгорание российских военнослужащих имеет место быть. Ведь де-факто российская армия 7 месяцев подряд ведет активные наступательные действия. Военная книжка говорит про такое. Масштабные наступательные мероприятия могут проводиться в период времени от 3 до 5 месяцев. А тут уже 7 месяцев. Безусловно, утомляемость сказывается, поэтому и случаи самоубийств среди российских военнослужащих, и случаи дезертирства, и отказа выполнять или иные боевые задачи. Тем временем количество атак на часов ярд на Несской области увеличилось. За сутки противник штурмовал укрепление ВСУ в городской черте 14 раз. На этом участке фронта Россия задействовала свои стратегические резервы. Впрочем, на карте боевых действий это пока никак не отразилось. В настоящее время противник несколько изменяет порядок своих действий. Он уже меньше проводит лобовые штурмы наших позиций на восточном фасе этого городка, а пытается обойти с флангов наш гарнизон. Что из этого у него выйдет, имеет достаточно серьезный скепсис, потому как, ну, очевидно, точно, что 9 ноября у противника нет ресурсов захватить этот населенный пункт под контроль. Что касается более отдаленной перспективы, также весьма призрачные шансы у россиян на реализацию этого плана. На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток российские силы совершили 5 безуспешных атак на позиции сил обороны Украины в районе Крына Херсонской области. В сети появились кадры вероятного удара ракетными атакам с по-российским оккупантам, которые выстроились на полигоне в захваченной России части Луганской области. Осин-то аналитики пишут, что в момент атаки как минимум 116 солдат противника и несколько единиц техники находились в квадрате поражения. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года превысили 469 840 военных. За прошедшие сутки ликвидировано 1120 российских оккупантов. Вместе с личным составом украинские защитники уничтожают и технику противника. В СУ подбили 5 танков, 21 боевую бронемашину, 13 артсистем и 1 систему ПВО. Кроме этого, силы обороны сбили 7 БПЛА россиян. Также уничтожено более 30 единиц автомобильной и спецтехники. Российские захватчики начали принудительное выселение жителей трех населенных пунктов временно оккупированного Левобережья Херсонской области, Голой Пристани, Каханов и Гладковки. Об этом сообщает Украинский Центр национального сопротивления. Жителей на время размещают в специально переполненные помещения с плохими условиями, чтобы продолжать агитировать людей к переезду в Россию. Мужчин, в свою очередь, побуждают к постановке на военный учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационных войск. По информации от местного подполья, российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жителей Голой Пристани, Каханов и Гладковки. Окупанты проводят вывоз населения в отобранных у школ и автотранспортных предприятий автобусах. Населению они запрещают забирать с собой какие-либо габаритные вещи, разрешают только ручную кладь. Таким образом, они высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты. Из сообщения Центра национального сопротивления. Третий год полномасштабной войны помогает украинским военнослужащим. Семья из Запорожья регулярно передает на передовую снаряжение и оборудование. Свою деятельность организовали уже как полноценную работу, в которой все по графику. Об этом рассказали нашим корреспондентам. Наталья и Владимир каждый свой день начинают с планерки. Сейчас решают, как поздравят украинских военнослужащих с Пасхой. Надо спросить, что им нужно. И может попросить девчат, чтобы им какие-нибудь вкусности испекли. И сразу отвезти, сделать такой тур, как всегда. Супруги подключились к волонтерской деятельности с первого дня полномасштабной агрессии России. Брат Натальи служит в украинской армии. С первыми взрывами 24 февраля 1922 года женщина позвонила ему, чтобы узнать, чем они могут помочь. Что нужно, что привезти. Он говорит, знаешь, столько людей пришло, что нам даже не на чем спать. По своим друзьям, знакомым, бегом собрали одеяло, подушки и привезли ему. На следующий день говорю, что ещё надо, говорит, нет топлива. Обеспечив тем, что было необходимо в первую очередь, позже супруги начали закупать для бойцов бронепластины, шить плитоноски и разгрузки. К этой работе подключились родственники и друзья, говорит Наталья. Мы начали закупать ткань. Кто-то нам бесплатно отдавал. Мы шили плитоноски, то есть делали уже полные комплекты бронежилетов. Потом ребята сказали, нужны разгрузки нам. Это куда вставляют магазины с патронами. И это мы шили, потому что уже пришло лето. Невестка говорит, теперь давай, может шить футболки. В начале своей работы, рассказывает Владимир, было сложно. Надо было быстро разобраться во всех классах защиты бронежилетов, разобраться в качестве бронеплит, изучить технику, которая была необходима военным. Мы в первый раз купили строительные тепловизоры, которые используются в строительстве, чтобы проверять дома на потери тепла. У них дальность была 30-50 метров. Вот такие большие. Со временем стало легче. Сейчас на фронт семья передает самые разнообразные материалы и оборудование. От гвоздей и молотков для строительства блиндажей до электрогенераторов, автомобилей и беспилотников. Дрон передали. Дрон передали, и военные сбрасывают видео, как этот дрон там делает полезные вещи. Тоже с тепловизорами. С ребятами мы очень тесно общаемся. Это уже друзья. Волонтерскую деятельность оказалось непросто совмещать с основной работой. Часто не хватает времени на детей и домашнее хозяйство. Но есть плюс, говорит Владимир. Теперь с женой проводят много времени вместе. Супруги возят помощь военным в Запорожскую, Донецкую, Днепропетровскую и Херсонскую области. Несколько раз попадали под обстрелы, которые вели российские войска. Было страшно, когда был удар. Я не могу сориентироваться. А ребята меня вот так схватили в этом бронике и в блиндаж под землю бросили. Говорят, сиди. Потом, когда затихло, всё нормально, можно выходить. Сейчас уже не страшно. Страшно не успеть помочь. В свою очередь, военные передают волонтерам сувениры с передовой. Гильзы от снарядов и патронов. Трофейную амуницию. Но самое дорогое – украинские флаги с автографами бойцов. Стремимся всем помочь, но мы всё понимаем. Тяжело. Люди, может быть, уже устали. Но уставать нельзя. Нельзя останавливаться. Надо помогать до последнего. Мы все вместе до победы. Наталья говорит, её самое заветное желание, чтобы все украинские воины смогли вернуться домой. Субтитры создавал DimaTorzok